Добрый день! Вы смотрите Вести Хакасия в студии Натальи Гармашова. Вопросы ЖКХ по-прежнему занимают лидирующие позиции в списке проблем россиян. К примеру, жители одной из абаканских девятиэтажек по улице Некрасова волнуют вопрос оплаты за отопление. Второй год люди платят больше, чем их соседи. Причем делают это вынужденно. В ситуации разбирался Виктор Лушников. 20 лет жители двух соседних домов по Некрасово-25 и Чертыгашево-135 не задумывались о том, сколько тратят за тепло. Платили по нормативам, все одинаково. Но с 2012 им установили теплощетчики и в платежках жителей Некрасова-25 суммы оказались значительно выше, чем у жильцов соседнего дома. Председатель ТСЖ Виктор Мальчиков обнаружил в подвале удивительную вещь. Оказывается, к теплотрассе, которая отапливает их дом, подключена соседняя многоэтажка. Вот если к нам, я как вам говорю, пришло столько гигокалорий, там оно уже меньше туда приходит. Разница в температуре воды на подаче небольшая. Но если перевести в гигокалории, получается, что жители первого дома получают тепла на 15% больше. Соответственно, и платят больше. Жители этого дома в Некрасово-25 за лишнее тепло платят. Которое этому дому не нужно. Причина банальна. В свое время строители решили сэкономить на прокладке отдельной трубы к соседнему дому, как положено по всем нормам. И теперь за их ошибку платят владельцы квартир. Жители обращались в управляющую компанию в теплосети. Сегодня к проблеме подключился заместитель мэра Абакана Виктор Константинов, курирующий вопросы ЖКХ. Он согласился с тем, что ситуация нестандартная. Решать ее должны совместно ТСЖ, управляющая компанией теплосети. Возможны два пути. Возмещение жильцам потерь за транзит тепла и отдельная врезка в теплотрассу для второго дома. Это уже должна рассматривать теплоснабжающая организация. Что ей выгоднее? Или постоянно потери вот эти вот возмещать, ну, собственников. Уменьшать объем потребляемой, относительно потери. Или, может быть, один раз потратиться и решить вопрос кардинально. И таким образом снять вопрос транзита. Кстати, ситуация с домом Панекрасова-25 для Абакана не уникальна. В городе есть еще десяток транзитных многоэтажек, которых тоже необходимо урегулировать. Вопросы со справедливой оплатой теплоснабжения. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. С 1 марта в Абакане по традиции откроется сезон фонтанов. На то, чтобы привести водные островки в порядок, у работников городского водоканала остается всего чуть больше двух недель. Сотрудники предприятия спешат порадовать горожан. В этом году в столице Хакасии начнется строительство еще одного фонтана. Год назад абаканцы получили в подарок новый водный островок. Фонтан под названием «Купающийся медвежонок» разместился в районе перекрестка улиц Тараса Шевченко и Дмитрова и стал 16-м по счету водным объектом в городе. Между тем, уже в этом году на улице Ирыгина на месте этого пустыря разобьют новый сквер. Его украсит еще один, уже 17-й фонтан. Каким он будет, пока сказать трудно, однако ясно наверняка. Сотрудники водоканала готовы взять его под опеку. Все дети одинаковые. Ну, появляются новые, они, конечно, более интересные, да, как все по жизни. Торнадо хороший, хлопот много, потому что там и играющие вот эти струи нужно и регулировать, и проверять. И плюс еще музыкальная музыка, что включилась. За всей красотой и уникальностью музыкальных светящихся фонтанов не стоит забывать и о тех, которые уже не одно десятилетие радуют горожан. Они имеют свою ценность, так как отражают историю столицы Хакасии. Сегодня и раритетные фонтаны, и современные, под особым контролем специалистов водоканала. Объекты готовят к открытию. Событие намечено на первые числа мая. Сейчас специалисты работают под землей, в камере насосного управления. Устанавливаем насос, задвижки все, проверяем оборудование, подключаем ток. Еще предстоит специалистам водоканала привести в порядок чаши фонтанов. Вернуть на места форсунки, убрать скопившийся за зиму мусор, помыть, подлатать стенки и днище. По идее, идеально ровненько должно быть, чтобы не зарастало, чтобы не было там и мыть лекции, и вообще должно ровно и гладко быть. Ну, у нас мы опять же еще, кроме вандалов, разрушение идут, климат у нас. Микротрещины сначала попадает, вода все это замерзает и постепенно рушится, рушится. Фонтаны со стажем год за годом требуют все большего ремонта, причем не только косметического, но и капитального. Средства городской бюджет хоть и выделяет, к примеру, в прошлом году на фонтаны было направлено около 4 миллионов рублей, но этих денег едва хватает. Когда же речь зайдет о покупке нового насосного оборудования, средств понадобится в разы больше. Три маленьких медвежонка, которые родились в Республиканском центре живой природы, ждут поездки в Кемеровский цирк. В зоопарке в Абакане малыши поживут до конца апреля, так что все желающие смогут еще успеть увидеть медвежат. Причем сотрудники предлагают необычную форму знакомства с мохнатыми питомцами. Хищник в вольере – картина вполне привычная для зоопарка, но вот встреча с диким зверем на аллейке центра живой природы – явление редкое. Между тем, жители и гости Хакасии вполне могут похвастать таким необычным знакомством. Именно похвастать, ведь хищники пока не грозные звери, а всего лишь медвежата. Медвежата маленькие, пушистые, красивые. Мы такого не ожидали. В первый раз так, что столкнулись с живым мишкой маленьким. Ребятишки в принципе в восторге, довольны. Пофотографироваться как бы не решились, потому что как бы все-таки животное может и напугаться. Такую необычную акцию специалисты зоопарка проводят впервые. Говорят, все возникло спонтанно. Погода стоит хорошая, да и медвежатам раздолье только на пользу. Мы не можем целый день их показывать. Они дети, они устают. Поэтому по заявкам можно сказать. Но ориентировочно время у нас так с часу до трех, вот в этот период. Мне кажется, им иногда интересно побегать в пространство, потому что это все-таки не клетка, достаточно много места. На свет третьих малыша две сестры и брат появились в январе. Родители – молодая пара бурых медведей. Мама очень заботливая, хорошо ухаживала за детьми и тщательно скрывала их от посторонних глаз, говорят специалисты. Когда медвежата окрепли, детеныши отселили от родителей. Они кушают самостоятельно. Все-таки сейчас у них питание больше, конечно, вот как у детей, наверное, основное, все-таки молочное. Любят сладкое, кстати. Давали вот им даже немножко конфетки, сгущенку давали. В Республиканском центре живой природы малыши поживут еще до конца апреля. Затем медвежат отправят в Кемеровскую область, но не в зоопарк, а в цирк, работники которого уже успели познакомиться со зверятами. Мохнатая троица им очень понравилась. Наталья Гармашова, Алексей Голубев, Фестиха, Кассия. И на этом у меня все новости. Удачного вам дня! Продолжение следует...